В этом занятии мы рассмотрим управление курсом и категориями, их редактирование. После того, как вы создали курс, вы можете его отредактировать. Есть кнопочка управления курсом, где вы можете отредактировать настройки, посмотреть оценки, сколько участников и другие элементы управления обучением, которые мы рассмотрим в следующих занятиях. А пока мы еще раз посмотрим на редактировать настройки курса. Вы можете изменить название вашего курса, описание, изменить картинку, изменить формат и все остальное. И сохранить эти изменения. Как добавлять, зачем и почему, и что нужно делать разработчику курса, мы пока не рассматриваем. Итак, управление курсом. Если вы откроете любой другой курс, вот, например, этот, в нем также будет эта кнопочка управления курсом. Редактировать настройки курса можно по этой ссылке или вот по режиму редактирования. И редактировать появятся различные карандашики, стрелочки, опции редактирования. Это в другой раз. А пока давайте мы еще раз посмотрим на управление категориями. У вас, как у администратора, есть такая группа, такой блок администрирования. И в нем есть вот такая вот опция курсы управления курсами и категориями. Рассмотрим возможности администратора. Вы можете созданный курс, например, вот этот разный, взять и удалить. Или в нем создать новую подкатегорию. Можете его отредактировать, изменить права. Например, гостям запретить просмотр. Включить права для каких-то глобальных групп. Или можете его взять, вот так пометить и перенести в другую категорию, если хотите. Вот такие интересные возможности. Итак, это вы посмотрели, что можно сделать. Обратим внимание, что вот эти цифры показывают количество созданных вами курсов. Например, больше всего курсов 9 штук в категории подготовка к ЕГЭ. Кроме этого, созданные вами курсы вы можете легко переместить в какую-то другую категорию, выбирая из списка вот этот форум, перенести в другую категорию. Выбираете, нажимаете «Перенести», но он уже и так перенесен. А, извините, вот этот форум, форум не касался. Вот этот форум по техническому заданию был создан. Он не был определен, где его место. Ну вот я его переместил в группу разная. Хорошо, пусть будет в группе разная. Итак, мы можем еще также перемещать. Вот посмотрим на эти кнопочки. Вы можете какой-то курс скрыть или даже категорию. Например, вы не хотите, чтобы она была какое-то время видна, находится в стадии разработки. Вы можете скрыть всю категорию или какой-то курс. Вы можете отсортировать эти курсы. Вот такие параметры сортировки. Для чего это надо? Давайте посмотрим на вот эту вкладочку. Вот посмотрите, как они сейчас отсортированы. Они отсортированы в непонятном порядке. Давайте мы попробуем отсортировать. Это категория учителя, и мы ее, в ней 8 курсов, и научимся сортировать. И отсортируем курсы, чтобы никому не было обидно. По столбцу полное номинование курса, по возрастанию идет обновление. И вот они в алфавитном порядке выстроились. Если мы обновим эту страницу категории учителя, то вот они в алфавитном порядке выстроились, чтобы никому не было обидно. Но есть и другая возможность сортировки. Например, по времени создания курса. Вот самый новый внизу. Если мы обновим эту категорию, мы увидим, что самый новый внизу. Какой способ вам удобнее? Выбирайте сами. Решайте сами. Главное, вы теперь такую возможность сортировки курсов категории имеете. Или вы можете этими стрелочками вверх-вниз, сами вручную проводить сортировку. Таким образом, вы теперь можете создавать новые категории, добавлять в них новые курсы. Вы можете эти курсы помечать, перемещать по разным категориям, и вы можете их сортировать по различным критериям.